Ну вот, это улица Вудленд. Она большая, длинная, она так по кругу идет. Вот, ну, сейчас проеду, не знаю, как будут получаться съемки. Зелени здесь много, все это, внутри как бы дома стоят. Дома здесь серьезные, нетипичные для нас вот заборы, вот такие вот решетки. Обычно у нас такого нет, у нас все открыто. Там, кстати, налево, тут просто у меня камера не снимает, я бы направо поставил, направил, направил. Вот, так вот, слева как раз поля все открытые, тут нет решеток. А здесь кое-где люди даже решетки ставят. Продаются здесь дома, вот стоит впереди красный шильд. Форсел, я смотрел, даже сейчас, казалось бы, у нас и карантин, и все. Тем не менее, все продается, вот, все это, цены жуткие, все дорожает. Подорожало процентов на 10, на 20, недвижимость, я имею в виду, в Торонто. Ну, и у нас тут тоже в определенных эреях цены очень сильно поднялись. Кстати, как и в Бэре, там, где дочка моя живет, у них тоже сильно подорожало все. Ну, вот такой здесь район, к сожалению, тут за вот этими деревьями все это плохо видно. Ну, я просто говорю, что внутри, за всеми этими деревьями стоят дома, большие дома. Дома хорошие, эрея крутая. И дома эти, ну, большие, чтобы было понятно. 3 тысячи, 4 тысячи скверфид. Ну, это где-то там, грубо говоря, там, чтобы голову не забивать, там, 300-400 метров. Ну, и огромные участки земли. Вот, на этих участках там и гольф-клубы, и огромные бассейны, и огромные корты. Ну, в общем, тут нормально, конечно, жилье хорошее, главное, публика хорошая. Люди, ну, в основном, конечно, белые, хотя тут есть и китайцы, и другие национальности. Ну, публика, конечно, белая. Ну, и вокруг, конечно, как вы видите, вот эти, можно сказать, леса. Ну, это не леса, это просто посадки такие. В этих посадках в свое время, значит, люди строили все это хозяйство. Вот тут кругом дома. Просто я говорю, их плохо сейчас видно, они внутри, за этими деревьями. Тут и прудики, и какие-то заводи, и речки. Вообще, конечно, хорошая эрея, красиво тут все сделано. Летом тут вообще, как в заповеднике. Ну, естественно, много тут и всякой живности. Сюда периодически и олени заходят, и лоси. Лоси, не знаю, как правильно сказать. Ну, смысл в том, что, конечно, хорошая эрея, и то, что тут такие цены, ну, это как бы оправдано. Ну, а сколько оно должно стоить? Если у нас простые дома, миллион-два, то, ну, конечно, здесь вот продано, сон, пожалуйста. Вот я проехал в здоровый дом. Вот такая эрея. Сейчас развернусь. Проеду по другой стороне, немножко покажу. Типичная канадская жизнь. Где-то получше, где-то похуже. Но в целом, как бы вот так у нас, грубо говоря, везде. Ну, хотя, если честно, конечно, абсолютно честно, то есть провинции, конечно, победнее. Ну, допустим, Соскочеван. Там немножко по-другому. Ну, опять же, там нормально. Ну, конечно, таких эрей там не так много. Даже в центральных городах, в Соскатоне, допустим. В Винни-Пеге тоже, честно говоря, попроще. Ну, это не значит, что там плохо. Там тоже нормально. Просто, конечно, победнее. Онтарио, в этом плане, она, конечно, самая серьезная. И с работой, и с промышленностью. Ну, то же самое, можно сказать, о Бритиш-Колландии. В Ванкувер. Везде, собственно говоря, сейчас одни и те же проблемы. Вот, везде. И экономика трещит. Людям деньги платят же бесконечно. Люди не работают. То есть, конечно, тяжело. И доллар у нас растет. Бензин у нас на уровне доллара, где-то, грубо говоря, телепается. Ну, в канадских все это я в долларах называю. Но мы живем за канадские. Понятно, у нас нормальная своя валюта. Мы не привязаны абсолютно. Нам до лапочки, сколько это там американский доллар стоит. Ну, конечно, если ездить в Америку, ну, наверное, да. Туда поедешь и придется менять. Ну, мы, в принципе, никогда туда не ездим. Я был, конечно, в Америке. Мы катались, гуляли. В Лас-Вегасе много раз я был. Ну, это другая история. Это так. Поехали, погуляли. Когда надо погулять, ну, значит, поедем и погуляем. Поменяем деньги. Впереди меня там трактор ехал. Ну, я уже, в принципе, тут недалеко от Батумса был. Так я развернулся, решил проехать. Думаю, не буду я за ним там телепаться. Обгонять я его не стал. Здесь одна полоса. Обгон запрещен. Думаю, черт его знает. Может, там полиция будет. Ну, в общем, короче, какая мне разница. Я катаюсь, показываю. Проеду сейчас по другой стороне, покажу. Так что, если продолжить тему, где жить. Ну, в самом Торонто, честно говоря, я лично не рекомендовал бы жить. Хотя, понятно, там жилье подороже. Продать можно всегда полегче. Попроще. Потому что все-таки Торонто это город. Но лучше, конечно, жить в пригороде. Вот так вот, как мы живем. Абсолютно недалеко. Какие-то там... Ну, я живу, допустим, это где-то 25 километров. Это ерунда. Это вообще. GTA Торонто. Great Taurot area. Вот. А можно, конечно, и поближе жить. Ричмон-Хилл, допустим. Это вообще прекрасно. Он еще дороже, чем у нас. У нас тоже дорогое все. Ну, недвижимость я не веду. Ну, можно, я же говорю, в Ричмон-Хилле, если деньги позволяют. А что касается работы. Ну, конечно, люди работают, в основном, в Торонто. Вот. И какая разница, сколько ездить. 10 километров, 20 километров или 50. Люди и за 100 километров ездят. Хайвей хорошие. Абсолютно. Это спокойная езда. Хотя, конечно, понятно. Сейчас, допустим, снег выпал, гололед. И, безусловно, сейчас там трафики будут. Ну, люди годами так живут. Они привыкли. Они с детства так живут. Еще будучи маленькими. Вот как у нас Наташка была маленькая. Я ее на теннис возил. Тоже возил за 20 километров. И, по большому счету, я не испытывал никакого там, я не знаю, проблем, дискомфорта. Садились, ехали. А так дети вырастают. Они уже приучены к этому, привыкшие. Они не видят никаких сложностей, проблем. И они потом сами быстро, в 16 лет получают права, садятся на машины. Машины разные, конечно. Кто-то покупает новые, кто-то старые. Все-таки ребенок есть ребенок. Скорее всего, проблемы какие-то могут быть. Но это не смертельно. Это абсолютно. Потом дети идут в школу, в хайскул. Потом дети идут в университеты. Где-то уже сами живут. Они не живут с родителями. Снимают какие-то то ли бейсменты, то ли квартиры. Толпой, как я говорю. По два, по три человека. У нас это считается нормальное явление. Никто вообще, как говорится, это не обсуждает. Хотя, может быть, кому-то это не нравится. Все-таки тоже немножко опасно. И наркотики, и все остальное. Они уже сами живут. Ну, скажем так, они вот начинают жить. Школы бросают, где-то работают. Потом два-три года вот так вот болтаются. Потом начинают за голову браться. И потихоньку возвращаются в школу, чтобы получить, закончить школу, получить, в общем, образование. Получить эти, ну, у нас называется кредит. Надо там обязательно, чтобы у тебя какие-то баллы были. С этими баллами потом поступать. Ну, если не наберешь этих баллов, значит, ну, естественно, никуда не поступишь. А не поступишь, значит, надо где-то пахать. Вот, а пахать никто не хочет. Вот, недавно у нас был опрос. Я читал. Ну, и детей в школах, в хай-скул спрашивали, какая у вас вообще программа на будущее? Сколько вы хотите зарабатывать? Ну, большинство, ну, процентов 80-90 сказали, что я хочу, значит, зарабатывать порядка 200 тысяч в год. Ну, я не знаю, насколько это оправдано, неоправдано, правильно, неправильно они говорят. Но смысл в том, что дети вот так отвечают. То есть, они что-то знают. И они считают, что это небольшие деньги по нашей жизни, по нашим ценам, 200 в год. Возможно это или нет. Ну, я не знаю опять, это трудно сказать, в разные ситуации. Ну, у меня есть знакомые, много. У которых есть дети, они уже там закончили, получили образование. Вот, это та же улица, я просто заехал с другой стороны. Там я выехал. Вот, кстати, этот трактор едет мне навстречу, я вот объехал. Это тот самый трактор, который я не стал обгонять. Вот, и я знаю прекрасно, сколько ребята эти зарабатывают. Большие деньги зарабатывают. Ну, учиться надо, безусловно. Надо школу закончить нормально, чтобы у тебя нормальные были. Ну, грубо говоря, оценки. У нас подругая категория, ну, система. Но это не имеет значения. И поступить и закончить. Если поступить в медицинский на врача. Ну, это вообще колондайк. Юристы, адвокаты и прочее. Ну, вот у меня, допустим, внучка, она хочет, ну, она давно любит животных. У нее такая и есть черта. Она очень любит собак. Ну, вот она говорит, я хочу, значит, быть доктором по животным. Я примерно представляю, что это такое. Вот. Очень тяжело туда поступить. Очень тяжело там учиться. Но если это сделать, это приличная тема. Очень приличная. Я не знаю, насколько она сбудется у нее. Стремиться надо, конечно, стараться, безусловно. Будет стараться, значит, все будет хорошо. Тут дело даже не в везении. Просто надо стараться. Учиться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Ну, вот. И трудиться. Трудиться. Вот так, неправильно я говорю. Трудиться надо. Кстати, ночью тут все это дело горит так. Ребята, я вам честно говорю. Можно просто получить инфаркт. Вот эти елки. Ну, очень много елок. Они все завешаны сверху и донизу гирляндами. Ну, у нас это целая такая, знаете, индустрия. Вот. Это тоже, кстати, вот бизнес. Точно так же люди в этом бизнесе зарабатывают огромные деньги. Вот. И я просто знаю многих, очень многих. Но далеко не надо ходить. Вот. Моя дочка. Точно так же. Позвала. Приехали там пару лет назад. Весь дом украсили, повесили. Слупили там кучу денег. Ну, там, правда, гарантии они дают. Там они что-то обслуживают, меняют. Ну, в общем, как обычно. Не просто так, конечно, они деньги берут. Но деньги приличные. Вот. Какие там гирлянды, сколько этих елок. Ну, у меня дочка делала только на доме там немножко. Там под крышей. А здесь вот я катался. Ну, просто здесь тяжело снимать. Надо профессиональную аппаратуру. Я этим не занимаюсь. И съемки, честно говоря, получаются неважные. Нет такой радости. Я не стал это все дело записывать. Ну, как я записал, посмотрел, мне не понравилось. Вот. А вообще, конечно, красота сумасшедшая. Просто, я говорю, можно получить инфа. Все мигает, все сверкает. Вот. У нас, кстати, это отличительная черта. Вот. Я часто смотрю, люди выставляют ролики. Ну, и показывают, как бы, в основном, ну, грубо говоря, там, где-то центральные места города. Вот. Вокзал там какой-то, какая-то площадь. Какой-то там, грубо говоря, там, парк Горького, парк Шевченко. Очень красиво. Очень. Все там мигает, сверкает. Ну, это вот такие отдельные, скажем, такие точки, оазисы. И на этих точках, конечно, люди собираются, смотрят очень красиво. Молодцы. Вопросов нет, мне нравится. Но стоит вот от этого центра города чуть-чуть отойти в подворотню. Ну, и все, конечно. И праздник кончился. Не говоря уже о том, что отъехать там куда-то в какой-то другой район, там, какой-то микрорайон. Ну, и там, конечно, жизнь совсем другая. У нас по-другому. У нас есть действительно центр. Он, честно говоря, не очень украшен. Есть какая-то елка, какие-то там гирлянды. Но слабовато. Мне бы хотелось, чтобы было больше, понаряднее, покрасивее. Хотелось бы. Ну, как есть. Я говорю честно, не очень. У нас это как-то уделяется внимание. На плазах немножко украшают. На плазах елка есть, и Дед Мороз сидит, Санта-Клаус. И, в общем, как бы тоже там праздник чуть-чуть есть. Ну, все это такое, знаете, честно говоря, как я говорю, ну, слабовато. Могли бы это делать побогаче, получше. Такие жлобы, скажем так. И никому оно не надо, потому что люди разные, национальности разные. Там евреи, китайцы, они вообще на это говорят, не надо это делать, с чем это надо. Ну, в общем, такой разговор. Но вот что касается людей, которые живут в домах, в билдингах, тут все по-другому. Тут люди, конечно, сами все делают. И не надо ехать ни в какой центр города. Да просто вот ты живешь вот так вот в районе, как я живу. И у нас вокруг все светится, все мигает. Пешком вышел, походил там полчаса, сорок минут. И красоты столько, что просто сердце останавливается, дух захватывает. Люди делают сами. Везде красиво, везде толково. Вот как здесь я катаюсь, я просто говорю, а вы мне поверьте. Ну, вот это все, 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 это богатые дома. И здесь, конечно, просто, ну, просто задохнешься, когда все это ночью приедешь. И вот это все, когда увидишь. Ну, люди это делают сами. Не все. Ну, может быть, 80%, 70% людей делает. Остальные не делают. Ну, многие, многие, конечно, очень многие все-таки это дело украшают, стараются. В основном это, конечно, европейцы, азиаты, восточные. И они, честно говоря, тоже потом, спустя несколько лет, начинают присоединяться, пока они тут адаптируются, войдут в это русло наше, житейское. Ну, не все, не буду врать, по-разному. Но, в целом, конечно, для того, чтобы эту красоту увидеть, не надо куда-то ехать, куда-то в Донтаун. Достаточно просто там, где ты живешь, покрутиться, посмотреть. Вот, и все это, конечно, будет тебя радовать. Действительно будет радовать. Хотя по деньгам это все бьет. Электроэнергия все это жрет. У нас свет этот постоянно, каждый год, конечно, мы накручиваем, честно скажу. Накручиваем и лишний там полтинник в месяц мы платим. Ну, мы, честно говоря, вообще ничего не платим, так если честно. У нас там дотации, вот, и у нас всевозможные там есть пакеты наши. В общем, нам там дают деньги, ну, по-разному. Вот, и смысл в том, что мы, ну, скажем так, раньше мы там платили 5 долларов, там 10 долларов в месяц, что-то платили. Последний вот этот год мы вообще уже ничего не платим. У нас там еще какие-то деньги накопительные есть. Ну, это программы в связи со всей этой пандемией. Нам там выделяют, перечисляют. В общем, за свет мы толком ничего не платим. У нас бесплатно. Но это у меня. У других, конечно, людей, у которых дотации нету, ну, там по-разному. Может быть, и 50 долларов, и 100 долларов. Вообще, в принципе, зимой, конечно, у нас свет за счет этого, за счет этих гирлянд, елок. Дома у меня очень много. В общем, там, я не хочу хвастаться, но у нас, в общем, там Лас-Вегас. Вот, все мигает, все сверкает. Дорогие игрушки, там, ну, с ума сойти, у меня там игрушек тысячи на 3-4. Бомбеевские в основном игрушки, очень дорогие, там, по 20, по 50 долларов. Ну, мы их всю жизнь собирали. Это не за один день, конечно, приобреталось. И, конечно, свет накручивали. Накручивали, врать не буду. Прилично. Ну, сейчас нет. Сейчас спокойно, вообще, без проблем. Люди откапываются. Тоже, видите, китайцы. Японцы. Японцы, по-моему. Люди вот так ходят, гуляют. Тоже, кстати, китаец какой-то. Китайцы, у них свой Новый год. Они наш Новый год не отмечают. Крисмос, у них там свои праздники. Ну, тоже стреляют, петарды. Не бухают, конечно, никто тут не напивается. Ну, праздник такой растягивается. То, значит, вот сейчас католическая Пасха, потом, значит, вот это Крисмос. Не Пасха, я извиняюсь, а Крисмос вот этот час. Потом, значит, там наш Новый год, потом там китайский Новый год. Ну, и так потихоньку, где-то что-то постоянно стреляют, зажигают, бухают, мигают. Можно, конечно, на это внимание не обращать, но если хочется погулять, можно гулять бесконечно. Из одного праздника переходить в другой праздник. Вот, в общем, короче, покатался я по этому району. Не знаю, как это все получится. Может, плохо, может, хорошо, не знаю. Солнышка нету, пасмурно. Показывает минус 4 сейчас. Вот. Ну, дороги, в принципе, почищены здесь были, видно. А потом оно и подтаяло за счет соли. Так что дороги, как вы видите, нормальные. Да, вот это наша Кеннадо. Ну, далеко не все так, конечно, живут. Далеко не у всех такие дома. В основном, я показывал, дома у нас, конечно, поменьше. Вот, стоят они тоже подешевле. Ну, дома неплохие. В основном это где-то там, грубо говоря, ну, грубо говоря, 2-2,5 тысячи скверфит. И в этих домах, конечно, живут основная масса. Вот тут сейчас через дорогу, через эту переехать. Ну, и там вот будет уже другая история. Тоже будет все нормально, все чистенько, все красиво. Но дома будут поменьше. Продолжение следует...